В Нью-Йорке также проходят ежегодные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Их организовывает Ассоциация ООН «Женщины за мир». Она создана в 2008 году под патронажем супруги, генсекретаря Организации Объединенных Наций, госпожи Пан Сундек. В рядах этого авторитетного женского объединения известные политики, общественные деятели, коронованные особы, звезды Голливуда, супруги послов разных стран. Участие в женском марше приняла и наш корреспондент в США Майра Абдрахманова. Нынешняя акция посвящена борьбе с насилием против женщин. Накануне марша по улицам Нью-Йорка в штаб-квартире ООН состоялся благотворительный ланч. Там были собраны средства в поддержку пострадавших женщин от рабства и эксплуатации. Как отметила в своем выступлении президент Ассоциации «Женщины за мир», общественный деятель и меценат Муна Аль Насер, созданный фонд будет способствовать расширению социальных, культурных и образовательных программ, направленных на противодействие насилию в отношении женщин и девочек. Среди участников акции была принцесса Камила Бурбон-Сицилийская, известная своей активной гуманитарной деятельностью и поддержкой больных онкологическими заболеваниями. Вместе с другими именитыми гостями Нью-Йорка она скандировала на марше мира в поддержку женщин, пострадавших от насилия. С трибуны, установленной на площади перед штаб-квартирой ООН, прозвучали тревожные данные. Почти 5 миллионов женщин и девочек во всем мире живут в принудительной эксплуатации и стали жертвами торговли людьми. 60 миллионов девочек не имеют доступа к начальному образованию, а одна из трех женщин подвергается физическому насилию. «Это не просто цифры, они наши матери, сестры и дочери», — говорили участники марша. Наши рейдинг-край — 2050-50-2030. Возглавили шествие супруга генерального секретаря ООН Пан Сундек, посол доброй воли, известная американская поп-певица, лауреат Пихи Грэмми Дайон Горвик, актриса Кэт Грэхэм, известная по телесериалу «Дневники вампира», а также популярные телеведущие и авторы бестселлеров. Напомним, что в этом ежегодном традиционном марше в поддержку женщин принимали участие королева подиумов Наоми Кэмпбелл и британский актер Пол Бэттани. К нынешней акции присоединились и женщины других профессий. Директор тюрьмы Дженнифер Синглинтон и комендант Нью-Йоркской полиции Хуанита Холмс говорили в своих выступлениях и об ответственности мужчин, которые должны взять на себя ведущую роль в предотвращении насилия в отношении женщин. Ведь эта проблема затрагивает все общество, независимо от социально-экономических, демографических и географических различий. Майра Драхманова, Ренат Садыров, Нью-Йорк, США, 24КЗ.